Ваше слово. Мне кажется, вот Андрей Максимов очень точно, на самом деле, охарактеризовал то, что мы увидели. Этот фильм не про мигрантов, этот фильм про дичане, в том числе и наше. И в этом плане, вот вы видели сейчас, истеричного, истеричного, так называемого русского, который себя за всех русских выставляет. На всякий случай, господин Крупнев, это человек, который предлагает отдать 12 миллиардов долларов российских Таджикистану. И я в этом смысле, как русский православный человек, утверждаю, виноваты мы русские, мы стали слабыми, мы сдали страну, мы позволили разрушить великий Советский Союз, поэтому нам, 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 и надо это восстанавливать. Вот видите, вот такие, такие псевдо-русские, помимо истерики, они, и помимо того, что они дешевый националист, будут проповедовать, они больше ничего не могут, поэтому нам, нам, сегодня, нам сегодня, надо идти в простой момент. То, что касается самой миграции, здесь... И поэтому он еще будет объяснять, кто-то правильный русский, а кто-нибудь. Егор, я вас прошу, поэтому я как русский человек хочу сказать, что касается миграции. Пожалуйста. С одной стороны, абсолютно все правильно. Как это объект, по сути, мигрантская военная база, на данном районе, они не знают ни мэр, ни ФМС, ни ФСБ, ни МВД, ни другие органы. Причем здесь мигранты? Они наживаются на этом мигрантском потоке, и дальше мы имеем, на самом деле, разваленную страну. Почему? Потому что у нас экономика трубы нефтегазовой, героиновой и мигрантской. На этих мигрантах те предприниматели, которые работают в 15 веке, те чиновники, которые коррумпированы, и, соответственно... На кормлении находятся, да? Да, и те бандюки, бандиты, которым нужна этническая преступность и пехота, они на этом извлекают дешево. Никита Александрович, пожалуйста, пожалуйста. Аркадий, ну мне кажется, есть один тезис, абсолютно очевидный, с которым никто не сможет поспорить. Миграция убивает страну. Вот это тезис, который очевиден. А может спасает страну? Возникает вопрос, вот смотрите дальше, но возникает вопрос, что с этим делать и каковы причины. А вот смотрите, вы правильно говорите, спасает страну. Я уже 7 лет борюсь с лозунгом, что миграция спасет Россию, но этот лозунг не отдельной какой-то группы, там, правозащитников или кого. Это лозунг, который до сих пор находится во всех официальных документах. Нам говорят, демография без миграции не выйдет. Вместо больших русских семей в России нам говорят, приедут мигранты. Пожалуйста, последняя публикация на днях. 800 тысяч будет рост Москвы по количеству населения за счет миграции к 2025 году. Первый момент. Второй момент. Дорогательство, пожалуйста. Второй момент. Какой? У нас убита промышленность, высококвалифицированная промышленность. Вот. У нас за 10 лет в 10 раз уменьшилось количество самолетов, которые созданы в Российской Федерации. Мы летаем на иностранных самолетах. Возникает вопрос. В этой ситуации, когда наш уклад технологический деградирует, мы скоро все будем служить и работать в рамках рабской экономики, доисторической. Но возникает вопрос. А при чем здесь мигранты из Душанбе? А почему не спросить тех, кто убили наш авиапром? Понятно. Четвертый момент. Это тема другой передачи такой огромной. Это сюда относится, потому что миграция, как она есть, это следствие отсутствия высококвалифицированного, дорогого труда в России. Я понял. Спасибо. Две главные меры. Две. Одна 30%, вторая 60%. Первая – это вкладывать большие русские деньги в Центральную Азию. Без подъема экономик и индустриализации Центральной Азии мы ему иметь этот бардак. И второй момент. Я понимаю. И второй момент. Это полностью менять социально-экономическую модель, потому что в этой неолиберальной модели, которой мы кроме глупого национализма ничего не породим.